И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И теперь мы пытаемся противостоять этим ангелам и приспешникам их на земле. Мы с вами снова на братском собрании Пятидесятнической церкви «Новая жизнь». Решается судьба ее старшего пастора Василия Никитовича Вакульского. У него хотят отнять церковь. Грубый черный рейдерский захват, о котором Лекс Либерти уже рассказывал, не удался, но он спровоцировал внутренний раскол. Вот как это происходит. Братский совет церкви вальяжно занял центр сцены, хотя обычно сидит в сторонке. Вчера эти люди шли за Вакульским, сегодня они его судят. «Обвините лиду в борт-директоратуру». «Окей, друзья, ясна ситуация?» Куда уж яснее, все на одного. Давайте взглянем на иск, который попал в распоряжение нашей редакции. Так раскол выглядит юридически. ИСЦЫ – те самые борт-директора. В ответчиках – Василий Никитович Вакульский. Претензий много. Вот скажем про деньги. До меня дошло, что за последние несколько недель господин Вакульский запрашивал переводы больших сумм денег с церковных счетов, которым он не имеет доступа на те, которые он может контролировать. То есть автор иска указывает на финансовую нечистоплотность Вакульского. Что ж, вернемся к собранию и послушаем, что говорит истец, когда его снимает камера. У микрофона Петр Апанасюк – пастор церкви «Новая жизнь». Моя мысль была о том, что защитить Василия Никитовича у тех обманах, которые люди… или клевету, наверное, правильно слово «клевету», которые люди распространяют. Ну вот, по людям Никитовичу дошла клевета, что как будто бы он за церковные деньги построил у дома своим детям. И я туда сказал, что, друзья, я долгое время с Никитовичем, и я, если… хотя я не все разделяю, то, что произошло со стороны Никитовича по поводу меня, допустим… Петра Апанасюка, в свою очередь, обвиняют в том, что он давно работает на Союз Церковь христиан веры Евангельской Америки, который хочет сместить Вакульского и поглотить новую жизнь, прибрав к рукам, в частности, издание, которое находится в собственности новой жизни. Я четко вам объясню, да, что Сергей Хомич найдет людей в церкви, которые будут работать, которые будут вести это дело, потому братья состоят в заговоре и делают это дело. Маркович, мне там всегда говорили, что ты был… Петра Тищенко, маршина 2, я стреляла на… Был ты или нет? Владимир Петрович, был. Я на беседе не был, я попросил, потому что многие люди… Многие люди, они говорят, что то письмо, которое выставляли… Там Виталик говорил, списки на граммы, там многие… Я им позвонил заранее, еще раньше, что… Братья, если… потому что у них первое письмо прислали электронную почту… Почту… Я попросил, братья, если вы на самом деле, то вы подтвердите… Подтвердите о том, что под подписями своими… И они позвонили, что приедет в 7 часам… Я приехал чуть позже… Потому что у них тогда было заседание целый день… Вот… А уже после заседания они позвонили, что в их 6 было… 6 часов закончилось… Я приехал где-то 7-7… За мною следили… За мною приехали, сфотографировали машину… То есть, понимаете, к чему… То есть, ну, какая-то такая вот ситуация интересная, да? Да, все следят друг за другом, и никто никому не доверяет… Допустим, Апанасюк и правда ездил к рейдерам только для того, чтобы убедиться… Письмо действительно существует, и на нем действительно стоят подписи… У нас есть эта бумага… Первое, что должен был увидеть Петр – очевидное несоответствие… Черным по белому впечатано решение, принято единогласно… А подписались далеко не все… Видимо, Апанасюку было достаточно одной только подписи… Сергея Хомича, о котором говорил Вакульский… И который возглавляет Союз Церкви Христиан Веры Евангельской Америки… Ему слово… Интересное слово «с руками связанное». Мы говорим, когда речь идет о посвящении на служение – рукоположение. Когда молимся за больных, молимся как с возложением рук – то же действие. Те же руки, только чуть-чуть в русском по-другому. К сожалению, не для улыбки, но реальность жизни такова, что с руками еще связано одно действие… Когда руки мы прикладываем, рукоприкладство. И это тоже факт. И мне больно, что сегодня интернет показывает, как проходят определенные членские собрания. Это он об эпизоде из предыдущего нашего сюжета, в котором Александр Гринько, пастор Церкви Новая Жизнь, пытается безуспешно продавить тайное голосование против Вакульского. Это кадры нашего расследования, а так, происходившее на членском собрании «Новой Жизни» подали противники пастора Вакульского. Что называется, почувствуйте разницу. Орфографии и пунктуация автора сохранены. Нужно также отметить, что это видео появилось в интернете как «разоблачение якобы нашей неправды». Однако из этого скандального братского вырезано не меньше часа. Так не разоблачают, так вводят в заблуждение в попытке скрыть нелепость обвинений в нарушении церковного устава старшим пастырем Вакульским. Хорошо, хоть не весь глаз народа вырезан. Не следует за большинством на зло и не решает тяжбы, отступая по большинству от правды. То, что вы сделали в это зло, это зло, которое вы сделали всему миру. Миру вы обочтили Бунтурука. Сказали ему тоже там. Я лично с ним говорил. Вот пишется с ним. Камера пишет. Брат Саша, стыд и позор. Мы вас на суд не вели. Вы судили старца. Вы судили епископа. Где ваша совесть? Скажите, пожалуйста. Вы на сегодняшний день еще хотите быть служителями? Ваши руки, ваш язык, ваши уста усквернены судами, лоерами, деньгами? Интересно, что сейчас думает сам Вакульский, окруженный братьями-предателями. Я думаю, на мысль представить себя на его месте, конечно, очень трудно себе представить. Родные братья взяли и продали. Мы можем понять, что делает зависть, помноженная на ненависть. Она слепляет людей, она без тормозов. Не правда ли библейский сюжет о продаже Иосифа братьями идеально ложится на ситуацию? Перед нами член правления Союза Церкви Христиан Веры Евангельской Америки, ответственный за образование. Сейчас по телефону он нам расскажет не только про Иосифа. Я в этом самом нахожусь в этом направлении. Я вижу, как развивается ситуация. Если брат Василий не возьмет эту ситуацию под контроль, то будет раздел. Я много раз ездил на такие мероприятия по Америке. Если, например, в этой ситуации Василий Никитович будет стараться продолжать контролировать эту ситуацию, учитывая его возраст и учитывая, что там в уставе написано в церкви, они просто-напросто... Вот коалиция, которая организовалась против него. Но в профит-организации есть такая ситуация, когда люди голосуют. И большинством, большинством, они могут поменять все правила, которые есть. Завтра приедут к Калифорнии, потому что написали им письмо. В Орегоне Ищенко, Голуб, Иван, все остальные, они уже приняли такое решение, чтобы его отстранить. Сколько с Василием Никитовичем работал, да, в отделе образования. Он был бы экстрессорным начальником. И я вижу, что вот когда в правление должны были поставить или Вакуйцева, или Саенко, они взяли и поставили Хомича. Это не по уставу, не по-братски и не по-рути. Понимаешь? И они начали... И Василий Никитич был против этого. Саенко был против. И вот они сейчас начинают вот всеми методами как бы давить на него. И вот эта ситуация, которая подошла в церковь, что там те написали письма им, одно другое, они сейчас стараются раскачать эту ситуацию. Не подскажете, а кто такой Сергей Хомич? Хомич – это просто говорящая голова Бондарука. Я думаю, что он сам ничего не решает. Бондарук вроде бы как выбрал бы его, вместо себя поставил, но Бондарук ездит в кругом и этими вещами все заправляют. То, что он в свою линию гонит белорусскую, это он натворил разделение Вайдаха, мы это знаем, разделил там церковь. И это такие люди, которым ничего не жалко, ни людей, ни Бога не боятся, ни людей. Не боятся и поэтому сеют раздор даже внутри собственной конгрегации. Перед вами письмо, которое в прошлом году рассылал во все концы света Вашингтонский комитет Церкви Христиан Веры Евангельской Америки. Ситуация осложнилась попытками определенных братьев отступить от принципов единства и снова разделить нас. Это выражается в организации встреч служителей церкви в нашем штате без согласования с комитетом нашего братства. Такими действиями некоторых братьев, в частности Владимира Монича и Сергея Хомича, сеется недоверие к братьям друг к другу, к ответственным служителям нашего штата. И мы с вами приходим к интересному и абсолютно логичному выводу. Союз Церкви Христиан Веры Евангельской Америки, отбирающий чужую собственность и крадущий ее через рейдерство и бунты, просто действует исходя из собственной модели существования. Это банка с пауками. Союз, в котором нет общего согласия, что уже оксюмарон, возглавляет Сергей Хомич. Он сеет расколы не только в чужих церквях, но и в своей, с легкостью. Ну а управляет им Адам Семенович Бондарук. Мы приезжаем в Америку. Америка уже как страна наша. Серый кардинал пятидесятников, о котором мы вскользь уже рассказывали, обязательно станет героем одного из следующих сюжетов Лекс Либерти. Документов у нас еще много. Документов у нас еще много.